Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей о событиях среды 27 марта. Вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габеши. Прописка в гостиничном номере. Глава Сочи провел очередную рабочую встречу с покупателями недвижимости. Как выяснилось, комнаты, в которых люди планировали жить, на деле оказались гостиничными номерами. Плюс три новых пляжа в Сочи и запрет на купание в реках и водоемах объектов турпоказа. Подготовку к летнему курортному сезону обсудили сегодня на планерном совещании мэра города. По поручению министра МЧС. В селе Пластунка восстановят разрушенные стихии подвесной пешеходный мост. Для оперативного решения вопроса депутат Госдумы от Сочи обратился в Министерство гражданской обороны страны. Авиационный учет зубров Кавказского заповедника посчитали с вертолетом. Часть комплекса Art Light City удастся сохранить. Глава Сочи провел очередную рабочую встречу с покупателями недвижимости. Как выяснилось, комнаты, в которых люди планировали жить, на деле оказались гостиничными номерами. В 2016 году застройщик получил разрешение на строительство гостиничного комплекса в Эмеретинки на улице Таврической, который должен был состоять из шести трехэтажных зданий, общей площадью застройки более 2500 квадратных метров. Однако по факту возвел 8 пятиэтажных многоквартирных домов, каждой площадью от 2000 до почти 4300 квадратных метров. Причем большую часть квартир в этих домах уже успел реализовать. Сразу после выдачи разрешения мэрия курорта в соответствии с законодательством передала все документы для контроля за объектом краевой структуре – Департаменту по надзору за строительством. Когда госстроенадзор обнаружил нарушение, сведения об этом были переданы в администрацию города. Начались судебные разбирательства. Как ни странно, Адлерский районный суд узаконил этот комплекс, без участия администрации, не уведомив надлежащим образом и даже не опубликовав информацию о своем решении на официальном сайте суда. Застройщик знал, что это зона ОЦ-1. Особо ценный один. Ответ. Знал? Он не мог не знать. Этот объект получил разрешение на строительство трехэтажной гостиницы. Шесть. На самом деле построили восемь и пятиэтажных. Юридически этих объектов, на что мы выдали разрешение, нет. Мы выдали разрешение на объекты, которые называются трехэтажные гостиницы. Реально здесь построены пятиэтажные жилые дома. И это совершенно другой объект. Насколько мы знаем, это гостиница. Гостиница. Но гостиница тоже может быть. Апартаменты, не жилые помещения. Апартаменты, они тоже могут быть. Нет, подождите. Как оно? У нас оно написано «гостиница». И все. Но в гостиницах строят апартаменты. В гостиницах вообще-то не бывает жилья. Я смотрел старые документы, и там была гостиница апартаментного типа, то, о чем они говорят. А ее поменяли на просто гостиницу. Гостиница частная. Каким образом вы ее покупали, спрашиваете у того, у кого покупали. Понятно. Но вы понимаете, что такое гостиница и что такое дом. Вы понимаете, что в гостинице можно выкупить какую-то комнату. Может это такое быть? Однако понимая, что люди, купившие свои квартиры в этом комплексе, оказались заложниками ситуации, глава города предложил компромиссный вариант – демонтировать верхнюю часть зданий так, чтобы общая высота не превышала 12 метров. Рабочие встречи с обманутыми покупателями глава города проводит практически ежедневно. Решение об этом было принято менее двух недель назад на встрече с обманутыми покупателями в Доме культуры Центрального района. За это время глава уже пообщался с представителями девяти объектов. По большинству из них найдены пути решения проблемы. Переговоры о возможности избежать полного сноса самостроя в Эмеретинской низменности ведутся мэрией только по тем домам, в которых застройщики успели продать помещение в период между судебными разбирательствами. Собственники зарегистрировали право и проживают там. Важное условие – безопасность объекта и наличие коммуникации. Галина Моисеева, телекомпании в КТ. В Сочи началась подготовка к летнему сезону. Во всех районах курорта стартуют субботники и мероприятия по благоустройству. Также ведется отсыпка пляжных территорий и проводятся берегоукрепительные работы на реках. Эти и другие темы были озвучены в ходе планерного совещания главы города. Курортный сезон стартует 1 июня на благоустройство всех улиц города два месяца. По итогам недавнего визита мэра в завокзальный район, санитарный порядок во многих дворах оставляет желать лучшего. Это говорит о очень слабой работе главы района вместе с управляющими компаниями, да и с квартальными, потому что, ну, если есть такая территория, значит, надо же принимать меры. Бытовой мусор выносят туда, и это сплошь и рядом. Это ни одного двора мы там не нашли, чтобы не было. И естественно, что, Андрей Викторович, немедленно принимайте меры, вывозите весь этот мусор, приводите их, мы не можем допустить, чтобы эта эпидемия, которую могут создать наши горе жители, чтобы она еще и пошла на территорию других микрорайонов. Для нас это смерти подобно. Смерти подобно. Мы курортный город. Порядок должен быть не только во дворах, но и прежде всего в зонах гостеприимства. Касается это и торговых объектов. Все они должны быть приведены к единому облику. Наличие рекламы на фасадах и кричащие вывески недопустимо. Все должно быть в едином стиле. За иное размещение баннеров предпринимателей ждут штрафы. Точно заплатить придется тем, кто по-прежнему, несмотря на запрет, сдает в аренду электрокары на Америтинской набережной. Велосипедная дорожка предназначена исключительно для двухколесных средств передвижения. Другие же портят покрытие. Его ремонт теперь будет произведен за счет нерадивых предпринимателей. Еще одна проблема Америтинки – это сдача в аренду земель, оформленных исключительно под ИЖС. Многие жители сооружают в своих дворах объекты торговли или шашлычные. В мэрии создана рабочая группа. Она проверит все прибрежные улицы на предмет такой предпринимательской деятельности. Под особым контролем объекты торговли в Адлерском курортном городке. Первомайский суд города Краснодара, оказывается, узаконил собственность те павильоны, которые установлены в Адлер-курорте. Теперь мы восстанавливаем сроки. Восстановили, да? И все сносим там. Причины для этого есть. Нас никто не оповещал о том, что приняты такие решения. Восстановить все сроки и в судебном порядке снести эти все объекты. Начались работы по отсыпке пляжей и очистке русел рек. Кстати, впервые на курорте будет введен запрет на купание в реках и водоемах объектов турпоказа. Коснется это территории, где плавание вовсе не предусмотрено, и тех объектов отдыха, где не будет обеспечена безопасность на воде. Главы внутригородских районов должны установить на этих территориях аншлаги, запрещающие купание. До тех пор, пока на этих территориях не будет обеспечена безопасность, не будет проверено дно, не будут установлены спасательные вышки, дежурство спасателей. Все, что предусмотрено 536-м постановлением администрации Краснодарского края. Что касается пляжей, то, как подчеркнул глава курорта, свободный доступ должен быть на все, кроме федеральных и ведомственных. Кроме того, туалеты там должны быть бесплатными. В этом году появились три новых пляжа в Лазаревском районе. Ваше, Горном воздухе и Учдере. Сейчас проводится конкурс среди арендаторов. Концепция внешнего облика пляжей будет прежней. А вот количество голубых флагов, то есть знаков международного стандарта, возрастет с 6 до 13. Отдельный вопрос на планерном совещании был посвящен национальному проекту «Безопасные дороги», в рамках которого Сочи ежегодно будет получать 830 миллионов рублей на ремонт дорожного покрытия во всех районах. Каждый житель сможет внести свои предложения и проголосовать за улицы, где необходима замена асфальтового полотна на сайте администрации города. По результатам народного голосования в мае будет составлен список улиц, где ремонт пройдет до 2020 года. По такой же схеме дороги будут обновляться на протяжении пяти лет. Ну а сейчас дорожники займутся восстановлением путей, ведущим к кладбищам. Начинается подготовка к Пасхе, и всех сочинцев просит принять участие в наведении порядка на погостах. Татьяна Говоркова, Дмитрий Говорков, телекомпания «ФКТ». От частных проблем до вопросов федерального уровня. К их решению в рамках региональной недели приступил депутат Государственной думы Константин Затулин. Накануне он встретился с сочинцами. С какими вопросами обратились жители города к депутату, расскажем далее. В ходе приема более десятка человек обратились к Константину Затулину за содействием в решении различных вопросов. Среди проблем, имеющих общественно важное значение – восстановление подвесного пешеходного моста через реку Сочи. Пострадало очень сильно село Пластунка. Мы лишились единственного пешеходного моста, который идет к кладбищу. У нас подмыло берега. И в некоторых местах, вот там фотографии мы подготовили, подошло вплотную к дороге. Как правило, такие вопросы решает муниципалитет путем введения режима локальной ЧАЭС и выделения бюджетных денег на устранение ущерба. Однако мост не числится на балансе города. Для оперативного решения вопроса Константин Затулин связался с министром по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Остался метр до дороги. То есть вот он метр остался для того, чтобы подмыть дорогу. Но поскольку еще не подмыло дорогу, то считается ущерба нет. Режим ЧАЭС не вводится. Министр заверил, что обратиться к региональным властям и те окажут максимальное содействие в скорейшем разрешении сложившейся ситуации. Еще с одним общественно важным вопросом на прием к Затулину пришел житель села Сергей Поля Грант Аванесян. Уже много лет он добивается строительства Дома культуры в своем населенном пункте. Земля под Дом культуры выделен 30 сотых. В данный момент нужно ввести проектно-изыскательные работы, экспертиза, выделение денег на проектированное строительство Дома культуры. Вот если вот эти все инстанции мы пройдем, поэтому мы обращаемся к Константину Федоровичу, чтобы он помог в этом вопросе. Константин Затулин обсудил этот вопрос исполняющим обязанности заместителя главы города по строительству Павлом Тереховым. Возможно, общими усилиями в этом году удастся начать проектирование нового Дома культуры. По всем вопросам обратившихся, Константин Затулин пообещал разобраться и помочь каждому. Ольга Десятого, телекомпания, ФКТ. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. Создай свой новый образ. Эксклюзивные модели из новой коллекции французской фирмы «Эвелин Болеро» в магазине «Дамский каприз». Торговая галерея напротив агропрома. Вытеснить контрафакт рыночными методами. Об этом сегодня говорили на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту продукции. Совещание провел губернатор края. Одной из самых страдающих от подделок отраслей оказалась легкая промышленность. О том, как поддержат легальные компании, чтобы они полностью заменили своим товаром фальсификат, расскажут коллеги из Краснодара. Десятки упаковок с фирменными логотипами именитых брендов. В этих коробках спортивная одежда и обувь, которые торговали в краснодарском магазине. Всю продукцию изъяли полицейские. Полторы тысячи изделий оказались контрафактом. Ущерб от подделок для правообладателей превысил 6 миллионов рублей. Аналогичная ситуация и в другой торговой точке. Правда, ущерб уже больше 20 миллионов рублей. Легкая промышленность сегодня один из лидеров по доле контрафакта на рынке. Как побороть фальсификат, сегодня обсуждали на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту продукции. Вениамин Кондратьев уверен, одними силовыми методами вопрос не решить. Нужны инструменты поддержки легальных производителей. Мы должны сегодня развивать свою легкую промышленность. Понятно, либо внутри региона, либо наша отечественная легкая промышленность, которая должна сегодня заполонить внутренний рынок аналогичными товарами в таком же ассортименте и по доступной цене. Вот что сегодня важно. Вот о чем сегодня переживаю. Насколько у нас легкая промышленность готова к тому, чтобы с аналогичным товаром абсолютно не почувствовали, чтобы покупатели заместить контрафакты и фальсификаты. Давайте подумаем сегодня в рамках нашего региона, чтобы наш малый и средний бизнес, который еще есть и занимается сегодня производством и пошивом одежды, все-таки хоть как-то сохранил свой потенциал. И логика здесь понятная. Чем больше условий у легальных производителей, тем меньше шансов у незаконных. За счет объемов качественных товаров первые просто вытеснят контрафакт. Под легкую промышленность в регионе уже разработаны механизмы поддержки. Например, в Краевом фонде развития промышленности по приоритетным направлениям готовы выдавать кредиты под 1% на приобретение сырья и оборудования. В планах также создать кластер легкой промышленности в восточной промзоне Краснодара. Губернатор просит обратить внимание на школы и казачьи кадетские корпуса. Малый бизнес вполне мог бы сотрудничать с ними по пошиву формы. Посмотрите, там явно муниципальные заказы и краевые государственные заказы. Вот там есть и кто поставщик услуг и товаров. Кто и откуда. И удивимся, наверное, я думаю, вместе с вами. А мы сейчас целиком руками разводим, говорим о каких-то больших стратегических задачах. Давайте с малого начнем и увидим, что вот тут как раз и нужна наша активная помощь. И результат будет. А то наши казачья, непонятно, кем пошитая форма и еще из какого стукна, как говорится. Где его тоже взяли. Мы завтра не заместим 100% контрафакта. Мы прекрасно понимаем, тот объем, который сегодня реализуется, он колоссальный, он очень большой. Но мы видим, самое главное, что при объеме производства продукции нашими промышленными предприятиями Легпрома, они растут. Потому что есть спрос. Действительно, наши те же родители, которые покупают эту школьную форму, они не покупают эту стеклянную форму, которую привозят из республик Северного Кавказа непонятного качества. Они уже видят, что мы сегодня способны произвести собственное. Я с вами согласен, что школьная форма, на самом деле стеклянная, вы правильно назвали, она аж блестит непонятно на солнце. И такие детки ходят в такой одежде, в такой форме. Поэтому даже сделать все, что на самом деле они ходили в нашей форме, в нашей, которая шьется на территории края, понятными предприятиями, из понятного материала. Вот что сегодня важно. И так во всем. Достаточно, еще с подчеркну, государственных заказов, и не только на одежду, а по всем другим направлениям, где мы можем четко поддержать нашего регионального производителя. Поддержать. И мы должны не стесняться это сделать. Но легкая промышленность – не единственная отрасль, которая страдает от подделок. Серьезный удар получили кубанские производители цемента. Мешки с контрафактным веществом занимают почти четверть объемов регионального рынка. Ущерб экономике края – 1 миллиард рублей. Для защиты от незаконной продукции было предложено применять обязательную цифровую маркировку для строительных материалов. Обязательная маркировка поможет минимизировать объем контрафактной продукции. Мы в том году, одно из ваших поручений было инициировать это на федеральный уровень, на уровень государственной комиссии. Отправили эти предложения, включить в перечень товаров, которые подлежат маркировке, в частности, тарированный цемент. Новые стандарты разработают и для краснодарского чая. Все производители, использующие этот бренд, станут маркировать свою продукцию по-новому. Подписано соглашение по использованию советских стандартов в купажной смеси краснодарский чай. А именно 100% чайного листа, выращенного на территории Краснодарского края, теперь будет называться краснодарский чай «Букет». 75% краснодарского чая будет называться «Экстра». 60% краснодарский чай будет называться «Высший сорт» и 40% краснодарский чай будет называться «Первый сорт». Это бренд сегодня в Кубани, краснодарский чай. Ну реально на рынке им сложно, потому что как только бренд опять вернулся на свою высоту, его тоже начали подделывать. И достаточно активно подделывать. И поэтому те производители чая, которые сегодня наши производители чая в Сочи, и они тоже сегодня бьют тревогу о том, что они вложились в раскрутку бренда, а точнее в его возвращение на рынок. И тут же появляется подделка. Ну коллеги, во-первых, это и нечестно, и неправильно, но и так не должно быть. Давайте краснодарский чай защитим. Здесь впереди еще огромная работа, как сегодня на самом деле убрать у этих всех фальшивопроизводителей и дать возможность настоящим сочинским чая производителям выращивать свой чай, упаковывать и продавать. Добросовестная конкуренция должна быть. Вся работа должна быть направлена не только на то, чтобы пресечь появление контрафактных товаров, но и заменить их качественными кубанскими продуктами. Здесь необходимо слаженное взаимодействие всех ведомств, как исполнительной власти, так и правоохранительных органов. Однако формализма в работе быть не может, обратился к участникам совещания губернатор. У меня такое ощущение, что мы с вами собираемся первый раз. Мы каждый раз собираемся, каждый раз смотрим на эту проблему. Проходит год, мы снова встречаемся и снова примерно по такому же сценарию работаем. Мы создали комиссии в районах по борьбе с контрафактом. Комиссии работают успешно. Но если комиссии работают успешно, то результат должен быть сбалансирован. Дополнительные меры поддержки кубанских производителей, работающих по закону, нужны, чтобы цена их продукции была конкурентно способна. Например, в сфере легкой промышленности в Край уже разработана дорожная карта по легализации оборота товаров. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Они помогают ветеранам, ухаживают за памятниками и могилами героев и берут шефство над трудными подростками. Сегодня в Краснодаре прошел съезд Союза казачьей молодежи. В зале собралось тысяча юных патриотов со всей Кубани, ученики казачьих классов и кадетских корпусов, а также студенты техникумовые училищ. В съезде принял участие и губернатор Вениамин Кондратьев. Глава региона отметил, для Краснодарского края казачества это не только история, а еще и будущее. Поэтому участники юношеского объединения должны относиться к своему делу ответственно и не терять связи поколений. На сегодняшний день в казачьих классах и кадетских корпусах учатся около 83 тысяч ребят. Такое образование пользуется большой популярностью. Родители школьников просят организовать дополнительные классы буквально в каждом учреждении. Сейчас в Союзе состоят более 95 тысяч человек. Как рассказывают участники юношеского движения, казачье объединение помогает им реализовывать свои проекты, проявлять лидерские качества и находить новых друзей. Напомню, учредительный съезд прошел в сентябре 2017 года. Тогда был подписан протокол о создании регионального общественного движения. А в Сочи волонтерский центр провел день открытых дверей. В ряды добровольцев ждут всех желающих в возрасте от 14 лет. Новичков готовы принять и волонтеры серебряного возраста. О пользе и характере добровольческой деятельности на курорте расскажет Татьяна Говоркова. Хотите быть полезным обществу и проявить себя? Тогда вам прямая дорога в волонтерский центр. Здесь обучают и дают возможность представителям всех возрастов делать добро, вести интересную и активную жизнь и самореализовываться. Жизнь Екатерины Плехановой стала намного ярче с тех пор, как она вошла в ряды добровольцев. Сначала тестовые соревнования в 2012-м, теперь Европейские игры. Недавно Катя вернулась с Красноярской универсиады. Волонтерство стало для нее важной частью жизни. Это, скажем так, вторая часть моей жизни. То есть одно я провожу в офисе как офисный сотрудник, а вторая часть – это такое активное занятие волонтерством. Надо попробовать все и понять, где ты хочешь заниматься и хочешь ли вообще заниматься этим. Как опытный волонтер Екатерина советует новичкам пробовать себя во всех видах добровольчества. Оно может быть не только событийным, но и медицинским, социальным, экологическим и так далее. Екатерина Худякова тоже из числа опытных добровольцев. Став студенткой Сочинского университета, не раздумывая, влилась в ряды городских волонтеров. С волонтерством я познакомилась еще у себя дома, так как я приехала с Волгограда, была волонтером еще там. А приехав сюда, поняла, что здесь намного больше возможностей, намного больше различных мероприятий, где можно проявить себя, поучаствовать, познакомиться с новыми людьми. В волонтерстве каждый может найти что-то свое. Это интересно, а главное, полезно. Новые знакомства, обучение. Часто волонтеров замечают организаторы мероприятия. Это возможность удачно трудоустроиться. Есть возможность у добровольцев и получить гранты на реализацию своих проектов. С 2010 года проводится Всероссийский конкурс «Доброволец России». Участники могут представить свои социальные проекты в 12 номинациях, продемонстрировать свои творческие работы и заявить о себе на всю страну. В этом году прием заявок стартовал 20 марта и продлится до 16 июля. Все подробности можно узнать, посетив Центр волонтерства на улице Советская. Неоткрытых дверей проводится каждый вторник и четверг с 16 часов. Здесь можно записаться в ряды волонтеров и стать участником интересных мероприятий. Буквально на это воскресенье полумарафон, куда мы набираем ребят. Впоследствии у нас большой хоккей Еврочеллендж. Мы тоже также ведем открытый набор. Ну и, соответственно, это и в том числе социальное волонтерство. То есть мы сейчас прорабатываем вопрос с нашими больницами, особенно с нашей детской больницей. Мы хотим сделать такие дни волонтерства, когда будет приходить туда возможность нашим гражданам и какую-то активность проводить с детьми. Чтобы лежание в больнице, тот период, который они проводят в больнице, был для них более радостным. Мы надеемся, что это поспособствует их наиболее быстрому выздоровлению. Сейчас ведется набор волонтеров в проект по подключению к цифровому телевидению. Добровольцы будут помогать пенсионерам и всем, кто не может самостоятельно подключить к телевизору приставку. Уже началась и активная подготовка волонтеров к 9 мая. Традиционно перед праздником Победы они посещают ветеранов, общаются с ними и оказывают бытовую помощь. Ближе к лету добавятся экологические акции. В уголке Венчагова и на площадке Дерева Дружбы пройдут субботники. На территории города мероприятия по раздельному сбору мусора. Впервые в этом году волонтеры окажут помощь по охране природы в нацпарке. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. 31 марта на трассе «Формулы-1» пройдет полумарафон. А сегодня было подписано соглашение о проведении в Сочи легкоатлетических забегов федерального значения в ближайшие пять лет. Соглашение подписали власти курорта и организаторы ежегодных забегов. В нашем городе Сочи марафон проводится с 2014 года. Сейчас поставлена цель достичь большего количества участников. Мы, конечно, вместе со всеми организаторами, Минспортом, Минкурортами, Миросгонки и, конечно, Акционерного общества Высшая Лига ставим перед собой задачу увеличить к 2025 году, а именно на этот срок рассчитан наш договор, число участников этих ежегодных масштабных забегов, вместе взятых в течение года, до 20 тысяч человек. Наши отношения, конечно же, только положительные. Мы стараемся поддерживать как финансово, так и со стороны административного ресурса проведения и организации таких мероприятий. И стараемся улучшать как организацию мероприятия, так и увеличивать их количество по отношению как к прошлому году, так и в общем в календарном плане мероприятий. Среди участников забега не только сочинцы и жители городов России, но и любители бега из-за рубежа. Традиционный Сочи марафон обычно проводится осенью, в ноябре, а в последний день марта пройдет полумарафон Сочи-автодром. В нем примут участие 2,5 тысячи человек. Более 300 зубров насчитали в Кавказском заповеднике во время авиаучета. Регулярные авиационные учеты животных проводятся в первую очередь для определения численности зубровой популяции. Зубров учитывают два раза в год. Весной учет проводится с борта вертолета. Это позволяет за пару часов найти, пересчитать и сфотографировать несколько зубровых стад. Учет зубров проводится на расстоянии 300 метров от животных с помощью оптической фототехники. Полные результаты по численности ученые заповедника получат после расшифровки фотографий. Тогда же более точно подсчитают число животных – самцов, самок и телят. Но уже сейчас можно сказать, что всего специалистами учтено порядка 300 особей, что в среднем выше обычного является хорошим показателем. В целом сегодня число зубров превышает 1100 особей. Впервые с 1989 года. Однако их поведение и популяционные особенности заметно изменились. Зубры стали в большей степени животными открытых пространств высокогорий и в меньшей степени связаны с лесом. Изучить причины таких изменений – отдельная задача для науки. К слову, практика авиаучетов крайне нужна заповеднику и помогает получать такие данные о зубрах, какие возможно получить, никаким другим способом. Стараемся сфотографировать или снять на видео каждую встреченную группу зубров. Ну и потом уже, так сказать, уже в спокойной обстановке уже определяем их численность, половой, возрастной состав, состояние. Из года в год уже на протяжении, наверное, двух десятков лет мы считаем зубров и смотрим их динамику. Могу сказать, что в последние годы вместе с ростом численности популяции численность зубров зимующих в Альпике тоже растет. И вот сегодня, буквально сейчас, не могу сказать точно, но около 300 животных мы насчитали приблизительно в 25-30 группах. К слову, практика авиаучетов крайне нужна заповеднику и ей помогает получать такие данные о зубрах, какие невозможно получить никаким другим способом. На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в телепакетах Beeline на 76-й кнопке и в социальных сетях в группах «Новости Сочи ФКТ» в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...